Спасибо, что пришли. Довольно много народу сегодня. На самом деле, я помню, год назад, когда мы проводили здесь личные мероприятия, народу было больше, конечно. Потому что был хайп. И народ пришел просто послушать про блокчейн. А сейчас народу меньше. Но, на самом деле, это не так уж и плохо. Хайп закончился. И я думаю, что начинается новый. Надо начинать новый. И в общем хайпе участвовать не так интересно. Я думаю, мы будем организовывать свой в следующем году. И немножко у нас уже пойдет процесс без общего хайпа. Будет у нас свой стрим. Потому что, я хотел бы сказать, что Waze существовал до хайпа. Немножко все это знают. Довольно давно я занимаюсь блокчейном. И все части ICO я проводил еще, когда никто про это не знал. Сейчас мы хайп пережили. И сейчас идет следующая ровно. Сейчас мы вернулись и всех вынесем. Как мы это будем делать, сейчас немножко объясню. Немножко добавлю, потому что говорил Артем, я выступаю после него, про продукты. В продукт экономики будет существовать отдельный DEX, как называемый TDEX. Что-то такое. Это один из тех примеров, когда мы идем вперед, идем впереди всех. Это децентрализованные биржи, которые регулируются. С одной стороны, децентрализованные биржи, они технологические, очень интересные, они децентрализованные, то есть они не требуют какого-то регулирования. С другой стороны, в текущем мире существовать они не могут без какой-то теоретической базы. И я думаю, что мы запустим первый регулированный DEX. Он будет существовать на Мальте в рамках токеномики. Это немножко дополнение техническое к тому, что говорил Артем. Куда мы еще дальше пойдем в следующем году? С точки зрения бизнеса. Ребята рассказали про какие-то продуктовые штуки, это здорово. Я хочу рассказать про то, что мы будем делать с точки зрения тех продуктов, проектов, куда мы будем идти. И потом попытаюсь немножко подвести под эту некую базу, некую концепцию, что мы хотим делать в принципе. Потому что я считаю, что мы находимся на таком рубеже перехода в некое новое качество. Вместе, наверное, со всем цифровым миром. Возможно, мы слышали про Восток. Что такое Восток? Это проект в инфраструктуре Waves. Фактически это Waves for Business, Waves for Rental Price, так скажем. Это решение, которое мы делаем на базе, я не боюсь, но делаем его для бизнеса. Потому что бизнесу нужно принимать блокчейн. Они пока не понимают, как это делать. Есть много сомнений, каких-то болей, так скажем. Мы, поскольку находимся в центре всего этого процесса уже, наверное, в России, конечно. По части мире, но в России уж точно последние полтора года общались, наверное, со всеми. Абсолютно заинтересантами в использовании блокчейна в России. Понимаем, в принципе, что им можно дать. Что они хотят. Куда этот самый блокчейн можно прикрутить. Чтобы он имел какой-то смысл, так скажем. Потому что далеко он не всегда имеет смысл, если мы не будем это раскрывать. В некоторых системах это имеет смысл, а в некоторых нет. Поэтому Vostok это сеть, которая будет запускаться. Она будет независимым блокчейн. Который будет совместим с блокчейном Waves. Технически через Atomic Slob. Организационно он будет совместим, потому что, в принципе, это проект Waves. Он существует в экосистеме Waves. И это то, чем мы, в принципе, будем активно заниматься. Возможно, вы слышали, что мы привлекли под этот проект 120 миллионов долларов недавно. Это первый раунд. Естественно, в будущем раунде сейчас Evaluation проект составляет порядка 600 миллионов. Я думаю, что рынок нас оценит. И на старте проекта он будет в порядке 1 миллиарда долларов. Плюс капитализация проекта будет в порядке 1 миллиарда долларов на старте. Как это отразится на людях, которые пользуются Waves? Как это отразится на Waves-холдерах? Поскольку это проект в экосистеме Waves, естественно, он связан с теми людьми, которые доверяют нам, которые, допустим, дали деньги на ICO 2,5 года назад. Поэтому 3% всех токенов будут распределены среди владельцев Waves токенов. Достаточно забавно получается, потому что 3 года назад почти мы привлекли на ICO порядка 18 миллионов долларов. Evaluation Востока сейчас проекта 600 миллионов. 3% — это как раз 18 миллионов. То есть те деньги, которые нам дали 2,5 года назад, мы вернем людям. Я считаю, это правильно. Спасибо. Как я сказал, первый раунд мы закрыли, второй раунд будет в январе. Процесс идет, интерес очень большой. И я считаю, что, помимо того, что сам продукт интересный, то, что мы делаем с точки зрения фандрейзинга, это тоже интересно. Не то, что у нас кончились деньги, мы ищем новые. Это не так, деньги у нас есть. Но здесь, наверное, нам интересно показать, что после того хайпа ICO, который прошел, идет новая волна нормальных проектов, регулируемых. Мы позволяем людям за эти проекты абсолютно легально заходить фиатными деньгами, заходят крупные частные институциональные инвесторы. Все сделано абсолютно корректно с точки зрения юридической. И это может быть некий бенчмарк, некоторый пример для того рынка децентрализованных технологий, который возникает сейчас, после того, как немножко пена отошла. Я считаю, что момент очень интересный сейчас. Пузыри не происходят просто так, пузырь не возникает на простом месте. То есть технология сам по себе очень интересная. Все понимают, что она будет дальше развиваться. Действительно, был некий пузырь, он отдулся, немножко сдулся. Он был достаточно большой, но на самом деле, мне кажется, не такой еще большой, как мог быть. Ему даже тяжело сравнить с пузырем доткомов. Все-таки немножко масштаб его поменьше. Не так много людей пострадало, с моей точки зрения. Как могло. И, в принципе, на самом деле на простом месте не возникает. Значит, на внешне какая-то суть вот этих технологий. То есть, такой гигантский интерес, как все быстро надулось и сдулось. И сейчас как раз идет вот тот период, как бы пост-бабл период, на котором, наверное, важно действительно начинать делать что-то полезное, важное и осмысленное. И в каком русле это вообще может развиваться, с моей точки зрения? Вообще, зачем он вообще нужен? Чему он служит? Куда мы все идем с этим блокчейном? Для меня это очевидная история. То есть, я бы хотел, чтобы все это понимали, что блокчейн – это некий предвестник перехода к новым цифровым системам. И, я думаю, даже к неким новым системам социального взаимодействия. Мы сейчас живем в мире, как говорил Саша в начале про Web1, Web2, Web3. У кого-то это, наверное, уже набило оскомину. Кто-то, на самом деле, не знает эту номенклатуру. Но я считаю, что это достаточно жизненно имеет отношение к тому миру, в котором мы живем. Мы сейчас живем в мире Web2.0. Это мир Фейсбука, мир Гугла, мир систем, в которых ваши приватные данные хранятся не у вас. Их кто-то использует. То есть, просто достаточно… Задумайтесь, откуда столько денег, допустим, у Гугла или у Фейсбука. То есть, обычно люди зарабатывали, генские корпорации зарабатывали на чем-то. Допустим, они добывали нефть, делали автомобили, производили электричество. Каким ресурсом обладает Фейсбук или Гугл? Практически они сидят на ваших приватных данных. То есть, они нашли это золото, его добыли и на нем сидят. Никто этого не заметил, не осознал. И достаточно такая неожиданная ситуация получилась. Люди нашли некий клад, добывают его и, в принципе, им хорошо, а остальным не так уж хорошо. Сейчас такая ситуация сложилась, что долго продолжаться не может. Есть много проблем, ситуация как бы нестабильная. Мы видим, что много проблем с Фейсбуком, с другими системами. Соответственно, блокчейн – это та вещь, которая немножко двинет нас дальше. Двинет нас из того мира, в котором мы находимся, в новый мир, в котором эти проблемы как-то решаются. И в этом его смысл. То есть, это не выпуск токенов, это не какие-то там вещи, связанные с переводом денег. Хотя это часть этого всего. Это именно новая цифровальная структура и влачение все является той базой, на которой это все строится. Тем пятым элементом, который объединяет в себе разные технологии и переводит их в новое качество. Когда у вас сумма технологий больше, чем составляющих. Когда у вас получается некая синергия на базе децентрализации. И в этом смысл перехода в Web2, в котором мы все живем, в следующем поколении цифровых систем – это Web3. И только сейчас люди понимают, что это неизбежно. Только сейчас на базе этого формируется некоторый бизнес, условно говоря. То есть, некоторые монетизационные схемы, которые возникают на этой базе. И мы идем в эту сторону. Мы хотим стать первой Web3 компанией, которая занимается именно технологиями Web3 с точки зрения бизнеса. То есть, мы хотим монетизировать децентрализованную технологию. Потому что это та технология, которая действительно придет на смену тому, что мы имеем сейчас. И это абсолютно неизбежно с моей точки зрения. Это та технология, которая объединит в себе такие интересные и прекрасные технологии, как интернет вещей, бигдата, искусственный интеллект. Как это будет проявляться в реальности? Допустим, в рамках проекта «Восток» у нас сейчас уже запускается много пилотных проектов с различными организациями в России, не только. Мы работаем со многими структурами – со Сбербанком, с Web. Есть проекты, достаточно близкие к производству, к промышленности, связанные с сенсорами на оборудование. Когда у вас есть сенсор, который посылает данные, потом эти данные анализируются, и на основе этого анализа предсказывается отказ оборудования. То есть, и в этих системах, как ни странно, можно использовать блокчейн. Он сам по себе этого смысла не имеет. Именно в совокупности, допустим, с большими данными, соревновательными вещами, с каким-то предиктивным анализом он дает некую добавленную ценность. И видно, что он очень хорошо объединяет разные технологии в себе. И эта вещь, она достаточно близка, так скажем, к народному хозяйству, как ни странно. То есть, это тех технологий, которые действительно будут запускаться. И мы увидим эти технологии на блокчейне, работающие в самое ближайшее время. Это уже не какие-то абстрактные токены, которые выпускаются на ICO, и люди, которые выпустили токены, обещают вам какую-то замечательную децентрализацию. Это та вещь, которая действительно будет работать в крупных компаниях. Очень скоро, в течение года-двух, эти проекты будут работать. И крупные R&D отделы в различных компаниях занимаются этим сами. И я думаю, что им необходимо дать какое-то решение, более-менее коробочное, которое они смогут использовать. И, с одной стороны, это действительно Web3, это децентрализация. С другой стороны, она применяется в интерпрайзе, применяется в народном хозяйстве. То есть, это применение идеи децентрализации Web3 в секторе, который кажется немножко таким, очень, таким, немножко инертным и поддающимся изменениям. Но нет, там тоже это нужно, это тоже будет применяться и уже будет применяться в самое ближайшее время. Соответственно, что у нас возникает? У нас возникает экосистема, наше ведение мира Web3.0, который работает, так скажем, с обычными людьми, работает с компаниями. То есть, допустим, продукт WebSkeeper у нас является неким входом в мир Web3, когда у вас ваши приватные ключи хранятся у вас. Вы можете этим WebSkeeper авторизоваться на сайтах, например. Можете заходить на различные сервисы, пользоваться децентрализованными приложениями. Это совсем другая логика. У вас хранятся все ваши личные данные, хранится ваш, условно говоря, логин на сайт, и никому не доверяете. И создается некое вполне себе здравое, работающее экосистема приложений, которое не требует того, чтобы вы отдавали свои данные кому-то. И это будет развиваться, это неизбежно. Это сейчас только начинается, и мы находимся в самом начале пути. Еще здесь можно интересные выделить вещи. То есть, с другой стороны, мы на другом конце спектра. Это проект Восток, который реализует то же самое, но реализует его для крупных компаний, для government-сектора. То есть, это применение тех же самых идей, которые понятны. Допустим, в госсекторе люди понимают, что очень здорово было бы концепции блокчейна, неизменности данных, транспарентности, немножко туда внедрить. Как это сделать, они не знают. Мы понимаем, как это можно применить, и это применение тех же идей Web3 на другом конце спектра, на конце энтерпрайза и каких-то крупных решений. Все эти продукты объединяются идеей децентрализации. Они все, в принципе, так или иначе могут быть монетизированы. То есть, мы фактически создаем новый бизнес в новом цифровом мире, который основан на идее децентрализации и большей транспарентности. Мы будем показывать, что этот мир, в нем можно зарабатывать, он монетизируется. То есть, вы можете в этом мире тоже зарабатывать. Не только делать ICO, собирать деньги и обещать, что вы что-то сделаете, а действительно монетизировать ваши продукты. Поэтому у нас ждет очень интересный год. Я думаю, что весь мир меняется, и мы меняемся. И сутью этих изменений является, наверное, переход к неким новым моделям, бизнес-моделям, общественным моделям. И здесь мы бы, опять-таки, хотел бы повторить мое видение, мое желание и то, куда я хочу повести Waves. Это становление Waves как первой и самой крупной Web3-компанией. Мы находимся в России, но я думаю, мы, в принципе, здесь, наверное, находимся впереди. Понимание того, куда нужно идти, оно сейчас сформируется у многих, но мы находимся на переднем крае. Поэтому мы хотим стать первой и самой крупной в мире Web3-компанией. Этим мы будем заниматься, и я думаю, что нас ждет, и, надеюсь, у вас в следующем году очень много интересного на этом пути. Спасибо большое.